Настоящая сказка. По дороге к детскому саду гостей встречает символ наступающего года деревянная козочка. Снеговик и Дед Мороз, яркие гирлянды с шарами и баранками и еще много всего. Главная композиция – повозка с подарками. Лошадь живет у нас уже целый год на территории нашего детского сада. И в связи с тем, что наступающий год – это год козы, то мы создали такую композицию, где лошадь передает, усыпает свое место, скажем так, козет. То есть задумка такая у нас творческая была. Всю эту красоту делают и сотрудники детского сада, и дети, и их творческие родители. Украсили не только здание снаружи, но и внутри, превратили садик в настоящий сказочный дом. Воспитанники к делу подошли серьезно, с нетерпением ждут праздника и всячески готовятся. Я бы хотела себе маленький барби, бассейн и праздничную барби. А вот еще Новый год – это волшебство и всякие занятия. Например, занятия – катание с горки или, может быть, катание на горных лыжах. 173-й детский сад – один из 40 организаций, пожелавших принять участие в конкурсе на лучшее оформление. Сегодня администрация района отсматривает праздничный объект. С каждым годом хочется как можно чаще говорить о… Вот если год назад или два года назад мы просто уделяли внимание на украшения просто, витражей, оконных проемов, то сейчас мы видим, как руководители, не только руководители, но и сотрудники, и детки данного детского садика, и родители уже применили в украшении и плетеные козы вы видели, и лошадки уже. Итоги районного этапа конкурса на лучшее оформление подведут 19 декабря. 21 числа стартует городской этап. Победители наградят грамотами и памятными подарками. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.